Немножко в настройках YouTube, прошу прощения за опоздание, просто все это время я болтала сама с собой. Думаю, что вы меня простите. Тема сегодня интересная. Меня зовут Гришенкова Анна, и я сегодня ваш спикер. Очень интересную подготовила для вас программу на сегодняшний эфир, и называется она у нас Total Print. Сегодня мы поработаем с вами вот такой вот коллекцией. Это у нас новинка, новая коллекция «Весна-лето» с очень и очень красивыми пастельными цветами. Называется она Soful Morning, и сегодняшний наш эфир называется Total Print. Что же такое Total Print? Смотрите, мы с вами часто отталкиваемся от дизайнов тканей, от модных домов, от фантазии дизайнеров и тех, кто создает для нас красивую одежду. И, конечно же, мы смотрим на то, какие элементы используются в тканях, какая отделка используется в тканях, потому что ногти – это у нас тоже часть аксессуара, да, часть аксессуара образа полного женщины, поэтому мы тоже стараемся их сделать модными и смотрим на те тренды, на то, как задают нам цветовую гамму дизайнеры, да, какие элементы – крупные, мелкие и так далее. Когда мы говорим про Total Print, мы имеем в виду, что все практически ткани в образе принтованной, и то, что принт находится не только в какой-то части ткани, да, он не локальный, а он безграничный. Что значит безграничный? Если мы с вами посмотрим на ткани внимательно, мы увидим, что у нас элементы в тканях, они повторяются. Например, если это какие-то цветы, они расположены либо геометрически одинаково, либо частично геометрически одинаково. Почему? Потому что всегда есть какой-то станок, который печатает эту ткань, да. Допустим, это могут быть какие-то цветы, между ними могут быть какие-то геометрические, например, элементы, да, располагаться. Они могут заходить также друг на дружку, там какие-то могут быть палочки, которые тоже будут периодически повторяться. И уменьшается это все до каких-то мелких деталек, которые также у нас располагаются между крупными элементами. И когда мы выхватываем какую-то часть из этого принта, который можно продолжить в любую сторону, сколько угодно, у нас эта частичка оказывается на ногте, например, да. Давайте вам обведу еще ярким более фломастером, чтобы вам было понятно и более наглядно. И смотрите, что происходит. У нас попадают в область дизайна частички элементов. Где-то целиком, где-то одна треть, где-то, может быть, вообще маленький отголосочек. И получается, что у нас нет границ у дизайна, они где-то там прячутся у нас за краями, за боковыми сторонами, за кутикулой и за свободным краем. Прекрасно эту тенденцию отразили слайдеры, которые, кстати говоря, называются также nail dress, потому что это как одежда для ногтей, как будто мы одели, да, какое-то платьишко с принтом. И располагается можно и частичками, можно и на весь ноготь. Но сегодня я вам покажу именно такие рисованные принты на весь ноготь, потому что, ну, уже, знаете, тоже вот рисовать здесь цветочек, там листик, по чуть-чуть здесь, по чуть-чуть там, надоедает. Но не все мы, и не все мастера умеют работать с такими слайдерами, да. Возникает очень много вопросов, на которые мы отвечаем у нас и в чатах, и менеджеры помогают, и Катя рассказывает, и другие спикеры. Как работать, чтобы не отслаивалось с торцов нигде, да, у кутикулы, как положить на весь ноготь. Но это непросто, непросто. И поэтому часто бывает так, что мастер не понимает, как это делать, да, и не испытывает некоторые сложности в работе. Поэтому я как раз сегодня захотела показать вам именно рисованный вариант, но чтобы он тоже располагался на весь ноготь. И также эту тенденцию можно проследить и увидеть у нас на пластинах для стемпинга. Да, тоже у нас некоторые паттерны, они располагаются на весь ноготь и предполагаются. Можно, конечно, частями это все печатать. Но, опять же, со стемпингом бывают проблемы у мастеров, и не все с ним уже подружились и общаются на «ты» и каждый день. Поэтому именно я захотела что-то показать вам, что можно нарисовать. Итак, сегодня я вам покажу потом, как это прямо безгранично совсем использовать на весь ноготь. Но в качестве примера буду рисовать на двух третьих ногтях, чтобы у вас тоже складывалась композиция в голове, что это можно применить не только на весь ноготь, но и, допустим, сделать пару, которая будет, например, на две трети ногтевой пластины. Это цвет светло-светло-серый, цвет «Аллюр» из коллекции «Габриэль». Я его выбрала как абсолютно нейтральный цвет, абсолютно нейтральный оттенок для моего первого дизайна. Один дизайн у меня будет флористический с использованием цветов, да, а второй будет геометрический. Потому что флористика сейчас тоже очень и очень будет востребована. Здесь мы фон в геометрическом. Это второй будет геометрический. Сделаем 411 номером из коллекции «Софу Мори». Это, знаете, дизайны для тех мастеров, которые не очень любят рисовать долго и вообще не очень любят рисовать в принципе, потому что они не предполагают практически рисование кисточкой. Ну, там прям буквально пару штришочков будет кисточкой, а все остальное будет делаться другими способами. Угу, сушим. Теперь для цветочного нет четкости изображения. Не знаю, вот так мне кажется очень даже четко. Возможно, я когда двигаю рукой... Посмотрите, девочки, у всех так, пожалуйста, давайте перекличку небольшую. У всех нет четкости в изображении или просто с интернетом там какая-то частная история. Напишите плюсики, кому хорошо видно, кому хорошо слышно, пожалуйста. Вы мне этим очень поможете. Так, а мы пока делаем такие вот хаотичные мазки. Старайтесь их располагать приблизительно в шахматном порядке. Имитируя то, что не видны даже номера на лаках. Не знаю. На моей камере все видно. Девочки, если есть у кого-то такие проблемы, откликнитесь, пожалуйста. Сушим. Так, теперь мы берем с вами зеленый оттенок. Зеленый оттенок 412. И сейчас мы можем делать и кисточкой от... Из флакончика это... А можем делать мазковой кисточкой, если мы вынем куда-то этот цвет, например, на палитру. Я капну немножечко. Все четко. Спасибо большое. И расставляем мазочки. Мазочки тоже расставляем в шахматном порядке. Имитируя также безграничную ткань. Тоже здесь особого не нужно умения рисовать. Просто аккуратно расставляем их в шахматном порядке. И сушим. Так, далее мы берем с вами для цветочных мотивов голубой цвет 416. И смотрите, прямо вот заезжаем немножко на желтый. И тоже их хаотично. Кристина, какие красивые. Вообще, я сегодня, когда готовилась к эфиру, прямо тоже кайфовала от этих оттенков. Уже такая весенняя цветовая гамма. Сушим. А здесь мы с вами поработаем еще вот таким оттенком 413. Тоже выложу чуть-чуть на палитру. И мазковой кисточкой теперь сделаю мазочки между теми, которые у меня были. Тоже тут буквально дотронуться до поверхности, и мазочек уже готов у вас. Теперь нам понадобится для флористического принта нам понадобится nail crust, хризантемы и маки. Мы будем работать маками. Но вы можете взять абсолютно любые nail crustы. Там есть и лилии, и, по-моему, анютины глазки есть, и всякие разные-разные цветочки. Здесь вы можете сделать, в принципе, абсолютно любые цветы. Они нам нужны только для контуров. Я их уже заранее вырезала и размочила, чтобы не тратить на это время, и чтобы потом в записи смотрелось не так муторно. Мы размачиваем их и тоже прикрепляем. Например, здесь один. Можно не доходить до края. Специально, смотрите, не дохожу прямо сильно до края. Подрезайте либо кусачками, либо ножничками. Так, и второй цветочек. Я их разрезала напополам. И тоже кладу на середину, чтобы ничего-ничего тут у нас никуда не накладывалось, чтобы все вот эти бока и все торцы были свободны от слайдера. Так, чтобы у нас разгладились все морщинки, по ним лучше всего пройтись ультрабондом. Здесь можно прямо смело, потому что здесь нет белой подложки, прямо растворять эту пленочку, и она прекрасно-прекрасно будет у вас носиться. Чуть-чуть сейчас подсохнет, и мы с вами перекроем матовым топом. Здесь уже у нас подсохло, и вельвет-топ-гель перекрываем ноготочек. Можно не сильно прямо жирно, потому что мы будем еще раз с вами перекрывать, мы избавляемся с вами от остаточной липкости, и делаем поверхность матовой, чтобы дальше рисовать наш дизайн. Сушим. И здесь тоже самое. Тоже перекрываем матовым. Здесь я добавила бежевый. Я хотела сымитировать вам камуфлирующую базу. То есть, допустим, вы этот дизайн делаете, когда вы уже выровняли ноготочек какой-то из камуфлирующих баз, например, да, сделали коррекцию и начинаете рисовать дизайн. Тоже сушим. Здесь, смотрите, очень важный момент, девочки, здесь нужно просушить прямо тщательно-тщательно-тщательно. Почему? Потому что мы с вами дальше будем работать вот таким вот прекрасным инструментом для дизайна. Это у нас лайнер. Часто меня в комментариях спрашивают, что это капиллярная ручка или фломастер. Нет, это именно лайнер. То есть, у вас на на этом канцелярском инструменте должно написано прямо быть лайнер. Да, линер. Вот. Видите, лайнс, микро, бла-бла-бла. Короче, именно лайнер он должен быть. Не капиллярная ручка, не фломастер. Потому что фломастеры и капиллярные ручки, они по топам плывут, а лайнер не плывет. Вот эта фирма мне больше всего нравится. И у них есть у всех вот такие вот значения. 0,05, 0,01, 0,02. Это размер самого пишущего кончика. И вот 0,05 это самый-самый-самый тоненький, притоненький лайнер, который нам будет давать самые тонкие, притонкие линии. Он рисует по поверхности без остаточной липкости. Смотрите, если остаточная липкость попадает на него, то он выходит из строя. Можно попробовать его реанимировать спиртосодержащим раствором, протереть. Иногда он может полежать и опять начать рисовать. Но вообще он очень не любит остаточную липкость. Так, что мы делаем? Мы берем и по топу, по матовому без остаточной липкости, да, вельвет, топ-гель у нас как раз без остаточной липкости. Мы начинаем рисовать. На мазках, которые у меня бирюзовые, у меня будут вот такие вот спиральки нарисованы. Не забывайте про те, которые у нас по бокам. Здесь вам не нужно абсолютно умение рисовать кисточками, да. Здесь эта техника хороша тем, что вы можете, даже не умея абсолютно ничего из базовых навыков в рисовании, уже что-то изобразить на ногтях. Рисует он очень-очень тоненько. Линии получаются тончайшие. А здесь у нас будет с вами вот такой вот источечек, кружочек. Получается достаточно быстро, а главное, получается очень четкий рисунок, как наклейка. И здесь практически у вас нет возможности сделать как-то небрежно. Потому что, опять же, тут не надо владеть кисточкой, тут нужно просто рисовать, как на бумаге. У клиентов, знаете, всегда просто шок. Это по-нашему называется. У них обычно просто вообще такое сильное удивление, что можно просто взять и нарисовать. И это выглядит прикольно. Очень классно реагирует. И теперь еще вот таких вот добавим точечек между нашими мазками. лайнеру нужно немножко времени, чтобы подсохнуть. Прямо пока вы, например, у вас сохнет рисунок на одном ногте, вы можете, например, остальные покрывать топом. Все. Это мы положим пока посушиться на фон и приступим к флористическому. Что мы сделаем на флористическом? Смотрите. Во-первых, вы можете все линии, которые у вас не достали до края, немножко довести. Да? Если вдруг такие есть, чтобы у вас был аккуратный рисунок. Во-вторых, вы можете что-то дорисовать, например, листик. если, например, вам не хватило. Потом, что еще вы можете сделать? Вы можете пропустить какие-то линии, как будто у вас там тоже цветы, но за кадром спрятались, потому что у нас с вами принт безграничный. И, допустим, еще добавить какие-то тоже элементы на фон между большими элементами более маленькие элементы. Здесь у нас, видите, серединки такие пушистые. И мы немножечко их обыграем, добавив на фон такие вот сгустки точечек, которые в никуда разлетаются. И, видите, тут линии по диаметру очень классно совпадают. Поэтому ощущение, что где-то нарисовано где-то прикреплено нет. И получается абсолютно безграничный дизайн. И эффект как будто это у нас слайдер на весь ноготь. Так, оставляем посушиться. берем берем типсик и перекрываем также вельвет топ-гель. Уже окончательно и сушим в лампе. дальше нам с вами понадобится белая эмпаста, белый рафинад. Я ее просто обожаю. Если вы уже видели, скажите, пожалуйста, почему эфир именно в ютубе в формате инстаграм. честно говоря, не могу ответить точно и четко на этот вопрос, потому что нас координируют мы не только сами выходим. Милу Гуку себе под нос. Да, есть такое. Мы не только сами координируем себя, в каком нам формате советуют менеджера вести в таком мы и ведем. Если у вас есть какие-то пожелания к нам, вы всегда можете оставить их в комментариях и мы всегда, конечно же, стараемся их учитывать. Так, здесь у меня подсохло и смотрите, чем я еще дополню. Я дополню белой эмпастой. Здесь я поставлю маленькие точечки внутрь. здесь уже линеарной кисточкой я работаю. У меня линеарная 5-0. Так, расставляем точечки. и еще мне хочется обвести вокруг. Так, попробую, на чем-то, может быть, фокусируется на фоне. линии. Вот здесь, конечно, если вы хотите дополнить, немножко вам придется потрудиться. Уже здесь надо будет потренироваться рисовать линии. Но с дополнением вообще прикольно всегда смотрится. Особенно я люблю белое дополнение. Он сразу очень сильно оживляет любую, знаете, цветовую гамму, которую вы возьмете на фон. Белый всегда очень сильно оживляет, добавляет какое-то настроение игре. Так. И можно еще отделить белой линией чтобы обыграть. Такие ткани имитируют, конечно, какие-то летние наряды. Либо бывают все, что угодно. Конечно, бывают и костюмные такие ткани тоже с принтом, принтованные. линии. Сейчас очень много платьев и каких-то совершенно немыслимых сочетаний. Вы можете именно в цветовой гамме, в рисунке, конечно же, вдохновиться моделями с показов, поработать по референсу. И даже если у вас видите белый внизу, то сверху белый всегда будет поярче смотреться. И все равно будет видно, что вы нарисовали эту белую линию. зато все будет очень четенько и аккуратненько. Сушим. Эмпаст у нас уже высыхает без остаточной липкости, поэтому мы можем ее ничем не перекрывать. Здесь я также перекрываю вельвет топом уже окончательно. И здесь тоже у меня есть некоторые дополнения, которые я хочу внести, чтобы довести уже до прям какого-то состояния законченности, на мой взгляд. в принципе, даже если вы желтенькую пустите здесь маленькую полосочку, у вас уже на весь ноготь изображение четкое, хорошее, как будто у вас какая-то ткань на ноготочке. Сушим. Так, давайте посмотрим еще на вот этот первый дизайн. Ой, смотрите, я, кажется, в первый раз взяла понежнее немножко бирюзовый, но ничего, я думаю, что вам понятен смысл. Это у нас два компаньона получились. Мы можем все ногти вообще сделать такие веселенькие, можем, например, остальные сделать каким-то цветом. То есть, если у вас клиент не готов к такой пестроте, то мы можем просто взять любой цвет из этого дизайна и остальные ногти покрыть этим цветом, или сиреневым, или можем зеленым покрыть, или любым из бирюзовых, можем голубым, тоже хорошо будет сочетаться. А также этот дизайн просто офигенско, я считаю, сочетается с любым градиентом. Если на остальных ногтях сделать градиент, пойти либо голубые с бирюзовым, либо еще веселее сделать желтые зелененьким, например, либо вообще уйти в другой цвет и добавить розовенького с желтеньким, то будет прям такое летнее-летнее весеннее настроение и уже настроение одеть легкое платьишко с таким вот принтом. Так, давайте доделаем флористику, здесь я оставлю вам для вдохновения. Так, во флористике что мне хочется сделать? Тоже хочу сделать разделительную вот здесь полосочку, аккуратненько уже у меня отделилась часть с дизайном от всего остального пространства. И сделаю тоже точечки внутри сгустков и внутри цветочков. и также еще хочу пустить полосочки. легкие полосочки постараюсь их пустить там, где у меня не сильно много черных полосок, где больше пустоты. пустоты. получается вот такой вот тоже такая вот принтованная ткань. Давайте немножко посушим и я покажу тоже с чем сочетать. Вот такой у меня компаньон на весь ноготь получился. когда я готовила. Так они смотрятся вдвоем. и конечно же с чем можно их совместить. Можно вообще сделать уйти в более спокойные какие-то варианты. Можно покрыть серым все остальные ноготочки. Можно сделать в помощь к ним еще на паре ногтей какие-то отголоски. Здесь у меня луночка и еще дополнительно белая полосочка и взяты цвета камуфляжный и серый из фона. Можно например на остальных ногтях уйти в более темный оттенок и совсем по-другому будет смотреться композиция. Здесь я дополнила вот таким вот линеарным френчем как раз цветом совпадающим с желтым. Можно кстати и тот и другой вариант очень классно будет сочетаться естественно с белым цветом и с любыми надписями да что этот вариант что вот этот вариант тоже классно будет сочетаться с такими ноготочками с любыми шармикончиками с любыми надписями будет отличным отличным компаньоном сочетом можно уйти например в какие-то на мизинчиках уже блесточки с растяжкой с белой луночкой тоже будет мне кажется классный сет и и опять же с любыми градиентами да с какими-то градиентами историями будет классно классно смотреться как дополнение и также можно в принципе любой цвет из коллекции взять на фон и тоже будет очень так по-весеннему ярко и задорно ну что ж надеюсь что вдохновило вас на какие-то новые идеи да потому что я очень люблю такие вот безграничные дизайны которые имитируют ткань и конечно если клиент очень активно носит ногти то слайдер может дать осечку и подвести да что наша гарантия сгорит через несколько дней может все это вскрыть особо талантливые я думаю клиенты встречаются у всех ну либо если вы не дружите с покрытием слайдером на весь ноготь и также если вы еще не подружились со стемпингом а хочется уже не растяжек ни однотонных покрытий ни элементов где-то посередине а хочется именно сделать вот такую принтованную штуку на всю поверхность ногтевой пластины от кутикулы до свободного края то я думаю что этот способ вам зайдет поможет и будет прекрасно применим в работе кому понравилось откликнитесь какие впечатления у вас от такой техники рисования либо просто обвести то что мы сделали и дополнить рисунком либо можно применить с цветами со слайдерами чтобы они не касались боковых сторон и где-то тоже дополнить хочется лето пляж и готовить лимонад Анастасия да вот мне тоже глядя на эти ногти хочется лето пляж и готовить лимонад вы прямо вот знаете в этом предложении отразили все мое настроение и весь посыл который я хотела преподнести вам в этом эфире ну что ж надеюсь вам подарила лучик весеннего летнего настроения и у всех появилось желание уже на пляж мне очень понравился градиент вариант так то есть тут смотрите перегружены такие немножко варианты да они изобилуют разными деталями поэтому на остальных ногтях можно либо просто цвет либо просто классику френч либо градиент вот очень хорошо подойдет если клиент у вас готов дальше к экспериментам то можно какие-то капельки тоже внедрить но заметьте практически везде было прям по чуть-чуть да то есть это не на всех ногтях это может быть там на одном рядом каком-то на мизинчике а на остальные тоже лучше сделать однотон чтобы это не было уже знаете там рыночный какой-то цыганский там дизайн не знаю без скажем без стиля да перебор вот то есть тут достаточно насыщенные ногти поэтому лучше что-то по бокам сделать такое более спокойное ну что ж всех вас обнимаю спасибо вам большое за участие и за то что вы активно смотрели до встречи в следующих эфирах и хорошего вам настроения пока-пока